С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Ежедневно в Ненецком округе увеличивается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. На 16 октября лечение от COVID-19 получают 46 человек. Шестеро из них находятся в стационаре. Представители Роспотребнадзора, здравоохранения и образования провели для региональных СМИ брифинг по вопросам эпидемиологической ситуации. В городе Нриенмаре на проезжей части дороги по улице Швецова рядом со школой номер 3 и детским садом «Ромашка» установили дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей. Теперь парковаться можно только на специальной площадке около здания школы. Почетный врач, учитель, геолог, строитель, оленевод. Всего в почетном перечне окружных званий на сегодняшний день 25 профессиональных отраслей, а будет еще больше. Депутаты предложили включить в окружной закон о наградах и званиях еще 9 направлений деятельности. За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в Ненинском округе увеличилось на 8 человек. Все жители Нриенмара. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения, четверо заболевших – медицинские работники. Один случай завозной – трое человек заразились через контакт с ранее выявленными положительными пациентами. На лечении в стационаре Ненинской окружной больницы на сегодняшний день находится 6 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Амбулаторное лечение получают 40 человек. Под медицинским контролем на самоизоляции на дому находится 219 человек. Напомним, на территории Ненинского округа введен масочный режим. С 19 октября работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, а также 30% от штатной численности работников организации, где есть такая возможность. С 15 октября введены ограничительные меры для прибывающих в Ненинский округ. Местные жители, прибывающие в регион без справки об отсутствии заболевания, могут в течение трех дней пройти тестирование на коронавирусную инфекцию в Нарьинмаре. Командировочных из других регионов будут принимать только со справками, либо помещать в обсерватор на самоизоляцию. В Нарьинмаре состоялся брифинг по теме рисков, связанных с коронавирусом и принимаемым мерам безопасности в регионе. Региональные СМИ задали вопросы специалистам здравоохранения, образования и Роспотребнадзора. Один из самых распространенных и тревожащих многих вопросов касался штрафов за отсутствие маски в общественном месте. Проверяют использование этих масок, чтобы они были правильно одеты. Проверяются они сотрудниками УВД, Росгвардии и Роспотребнадзором. Они выходят, смотрят, проверяют, объясняют, как правильно их нужно использовать. На подбородке маска бесполезна, на ухе маска бесполезна. Некоторые бывают тоже так делают. Маска должна закрывать нос и рот. Только в этом случае считается, что маска надлежащим образом используется. В плане штрафов, статью КААП, если привести, 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения для физических лиц, для граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей штраф, для юридических лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Постановление выписывают органы, которые я назвал, а решение о размере штрафа принимает суд. Все эти постановления отправляются в суд, и суд принимает решение, в зависимости от степени вины, от, может быть, злостности, повторяемости нарушения, сумма штрафа будет разниться. Данные меры будут приняты с 19 октября. Уже сейчас, согласно постановлению 12БГ, продавцы имеют право отказать в продаже товара или оказании услуг покупателям без маски. Поступило много вопросов и по поводу режима самоизоляции, который выбирают прилетевших с других регионов жители Ненецкого округа. Мы для себя сделали увлечь, что гражданам нужен какой-то документ, подтверждающий, что с сегодняшнего дня их зарегистрировали, и они пойдут на самоизоляцию. В общем, выдавать какой-то документ будем. Но, по большому счету, также проездные билеты могут являться подтверждением того, что он сегодня прилетел, и, применяя норму 12БГ, работодатель, если умеет читать документы, то он поймет, что с этого момента у него 14 дней у его работника начинается самоизоляция. Он может компенсировать ему сдачу теста, если он работник. Он нужен, и работник сдаст тест и выйдет. Андрей Бабришов также акцентировал внимание на том, что на режим самоизоляции больничный лист не оформляется и прекращается самоизоляция сдачи теста. А вот в режиме карантина в случае контакта с заболевшим человек будет находиться под наблюдением все 14 дней, вне зависимости от результата ПЦР-теста. Детям же до 5 лет прохождение теста не обязательно, но только в том случае, если его родители здоровы и ребенок не посещает дошкольные учреждения, так как наличие справки об отсутствии заболевания является допуском в образовательные учреждения. На данный момент, даже по приезду в округ, для того, чтобы выйти из самоизоляции, должен быть тест. Нужен ли он для детей до 3 лет, если у родителей есть тест, приориентировательный, я думаю, что не нужен. При посещении вызывательных учреждений, да, нужно взять. Вместе с вновь заразившимися жителями региона прибавляется и количество уже переболевших COVID-19. Так нужна ли маска людям с антителами? Да, даже в этом случае масочный режим распространяется на всех без исключения на основании постановления 12ПГ. Что же касается тех, кто работает с больными коронавирусной инфекцией, то главный врач Ненецкой окружной больницы заверил, что медики полностью оснащены необходимыми средствами. Что касается обеспеченности, то средствами индивидуальной защиты утверждение обеспечено, в том числе для, как вы сказали, работы в красной зоне, это специализированная форма одежды, защитные костюмы, защитные маски, очки, защитные респираторы, естественные перчатки. Доплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией получают сотрудники медучреждений, непосредственно взаимодействующие с пациентом, у которого подтвержден диагноз COVID-19 или с его биологическим материалом. Также стоит отметить, что с 15 октября участковая больница в селе Великовисочная и взрослая поликлиника города Нарьинмара открыты только для приема с острым состоянием. Все плановые приемы, в том числе к узким специалистам, приостановлены. Не ведутся и медицинские, профильные осмотры и диспансеризация. Напомним, в случае плохого самочувствия, сопровождаемым симптомами ОРВИ, человек должен сообщить об этом участковому врачу по телефону. Личный визит в поликлинику в этом случае запрещен. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». На заседании Президиума регионального полицовета Ненинского рекотделения «Единой России», которое состоялось в четверг, 15 октября, на должность нового председателя городского совета депутатов была выдвинута кандидатура Юрия Суського. Юрий Суський окончил Калининградский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. До настоящего времени работал директором Центра природопользования и охраны окружающей среды, депутат совета городского округа, город Нарьенмар. Как сообщил секретарь рекотделения партии, сенатор Денис Гусев, решение было принято членами Президиума единогласно. Теперь в соответствии с партийным регламентом кандидатура должна пройти согласование в Москве. Напомним, работавший председателем городского парламента Денис Гусев был назначен в сентябре губернатором Ненинского округа Юрием Бездудным сенатором Совета Федерации от исполнительной власти региона. Городской совет Нарьенмара состоит из 15 депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам. По итогам состоявшихся в сентябре 2019 года выборов 14 мандатов было распределено среди кандидатов от «Единой России». Еще один мандат получил кандидат от КПРФ. В Ненинском округе более чем на 60% увеличилось число выявленных преступлений в сфере коррупции по сравнению с прошлым годом. В настоящее время по результатам расследования в суд направлено 12 уголовных дел данной категории, из которых 10 рассмотрено с вынесением обвинительных приговоров. Об этом сообщил прокурор Ненинского округа Сергей Лапин на сессии собрания депутатов в своем докладе о состоянии законности и правопорядка за 9 месяцев текущего года. На особом контроле прокуратуры Ненинского округа реализация национальных проектов, в частности, обеспечение населения жильем. Вопрос по объему вводимого жилья стоит в регионе Остро. Практически все контракты на строительство и приобретение жилья на сегодняшний день просрочены. При этом со стороны заказчиков, как правило, не принимается мер гражданской правовой ответственности к недобросовестным подрядчикам. Такая работа активизируется только после вмешательства прокуратуры. Еще одной острой проблемой прокурор назвал рост числа случаев телефонного мошенничества в регионе, раскрываемость которого ничтожно мала. Как отметил прокурор округа, схемы телефонных мошенников разнообразны, и первостепенная задача правоохранительных органов – ввести профилактическую работу с населением, чтобы люди не попадались на уловки. Почетных званий в Ненецком округе станет больше. Соответствующие изменения депутаты внесут в окружной закон о наградах и почетных званиях. В первом чтении внесение изменений было одобрено на парламентской сессии. Профессиональное почетное звание Ненецкого округа является формой поощрения высокопрофессиональных специалистов, работающих не менее 15 лет в организациях Ненецкого округа за значительные личные заслуги в различных областях деятельности. Почетный врач, учитель, геолог, строитель, оленевод. Всего в почетном перечне на сегодняшний день 25 званий. Некоторые важные отрасли в нашем округе, которые на сегодняшний день не отражены в нашем законе. Это такие, как, допустим, авиация. У нас нет такого почетного звания, как почетный работник авиации. Торговля, пожарные спасатели. То есть те люди, которые, в общем-то, крайне важны в условиях крайнего севера, так скажем. Но по понятным причинам мы их наградить не можем и отметить их не можем. Всего планируется добавить в закон 9 новых профессиональных званий в таких сферах, как авиация, спасательная служба, пожарная охрана, ветеринария, лесопереработка, метеорология, информационные технологии, общественное питание, потребительская кооперация. Кроме того, два звания претерпели изменения в названиях. К названию «Почетный работник связи» добавили и информации. Речь идет о профессиональной деятельности в СМИ. Почетный работник торговли дополнен отраслью бытовое обслуживание. Предложения общественности принимаются до 9 ноября. Есть мнение, что необходимо также в этот закон нести такое звание, как «Почетный работник муниципальной службы». Я думаю, это правильно, потому что эти люди также трудятся. Порой их работа не видна, но от них зачастую зависит качество жизни людей в сельской местности. Лица, которым было присвоено профессиональное почетное звание Ненецкого автономного округа, награждаются нагрудным знаком с изображением герба Ненецкого автономного округа и надписью о профессиональной принадлежности. Безопасность превыше всего. В Ненецком округе на проезжей части дороги по улице Швецова рядом со школой номер 3 детским садом «Ромашка» установили дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей. О том, как на это отреагировали родители школьников и малышей в следующем материале. «Было неудобно, а сейчас парковка большая, и садику место, и школьника место. То есть нам всем хватает и утром, и вечером, поэтому детям всем хватает». «Здесь парковка, да, но дети все равно ходят, некоторые даже не смотрят, что машины отъезжают утром. Днем-то попроще, а утром иногда и не видно даже, что они там где-то сзади идут». «Здесь поставили знаки, теперь, наверное, безопасно, что стоянка запрещена, и остановка тоже. Теперь, наверное, безопасно, все будут заезжать сюда, на стоянку. Но здесь стоянка тоже небезопасная, потому что нет тротуаров, и все обходят сзади». На территории школы номер 3 расположена парковка. По замечаниям одних родителей-водителей, парковка недостаточно безопасна, так как нет тротуаров, впереди машины, что обеспечило бы надежность. Однако некоторые родители предпочитают останавливаться на проезжей части, для того, чтобы высадить и отправить детей в школу или садик. Именно поэтому сотрудники ОГИБДД на постоянной основе проводят профилактические мероприятия. «Мы проводим профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход». Данное мероприятие мы намерены и будем проводить на системно-плавной основе. Цель нашего мероприятия – призвать водителей, родителей, которые перевозят своих детей, соблюдать правила перевозки детей в автомобиле. На сегодняшний день на территории округа уже у нас зарегистрировано 5 происшествий, у которых 5 детей пострадало. Это у нас в четырех происшествиях наезд на пешехода, где дети, будучи пешеходом, пострадали, и один у нас велосипедист. Поэтому данное мероприятие, думаю, полезно и востребовано для нашего округа в части профилактики детско-дорожного транспортного травматизма». В прошлый четверг на проезжей части дороги установили дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей. Это сделано для того, чтобы сделать движение более безопасным, так как большинство родителей паркуются на проезжей части дороги, несмотря на наличие обширной парковки для автомобилей. Для безопасности всех участников дорожного движения решено было установить 4 знака «Остановка запрещена». «В адрес окружной госавтоинспекции поступали многочисленные жалобы от граждан в связи с тем, что родители перевозят своих детей в школу номер 3 и в садик «Ромашка» не по правилам дорожного движения, то есть без детских удерживающих устройств. Также водители останавливают свои автомобили на проезжей части, что категорически нельзя, так как вблизи данных образовательных организаций у нас есть парковки, ничего не мешает им припарковаться и усидеть ребенка либо в школу, либо в садик». Напомню, по итогам деятельности сотрудников ОГИБДД за третий квартал 2020 года основными и непосредственными нарушениями правил дорожного движения, повлекшие к совершению ДТП, является нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД во избежание серьезных последствий. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Центр арктического туризма принимает участие во Всероссийской премии «Маршруты России». От Нинецкого округа выдвинуто две туристические тропы. Экспедиция «Большое арктическое приключение» и программа «Увезем тебя мы в тундру». Эта премия дает информационное продвижение и поддержку туристическим проектам. «Этнографический тур «Увезем тебя мы в тундру» – самый популярный. Люди, приезжающие в Нинецкий округ в гости, хотят посмотреть быт, культуру нинецкого народа, побывать в стойбище. «Большое арктическое приключение» – многодневная экспедиция, в которой можно узнать Арктику такой, какая она есть. Центр арктического туризма уже принимал участие в премии «Маршруты России» в 2018 году и занял третье место. В этом году конкурс проходит в онлайн-формате. Оценку проектов проводят эксперты, премии, однако есть и специальные награды зрительских симпатий. Жители Нинецкого округа могут поддержать маршруты турцентра по ссылкам, которые вы видите на своих экранах. Отметим, поддержать участников можно только при регистрации на сайте. Это не займет много времени, потребуется лишь ввести фамилию и имя, а также указать адрес электронной почты и придумать пароль. В Нинецком округе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Сотрудники окружной госавтоинспекции вместе с представителями Федеральной службы судебных приставов выехали на улицы города Нарьинмара, чтобы проверить исполнение водителями обязанностей в части своевременной уплаты штрафов за нарушение ПДД. В ходе мероприятия сотрудниками госавтоинспекции было составлено 8 административных материалов, 4 из которых на водителей, передвигающихся без полиса ОСАГО. Один факт проезда на красный сигнал светофора, один не уступил дорогу пешеходу. Сегодня проходит на территории города Нарьинмара оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Данное мероприятие направлено на профилактику дорожного транспортного травматизма, а также проверка у водителей оплаты штрафов, которые они получили в предыдущие периоды. Мероприятие проходит совместно с отделом судебных приставов. В ходе мероприятия инспекторы КИБДД проверяют об оплате штрафов со стороны водителей, а судебные приставы проверяют по своим базам оплату на своих штрафах. Целью совместного рейда является выявление злостных неплательщиков и применение в отношении их мер по оплате задолженностей. Автоинспекторы останавливали машины для профилактической проверки, а судебные приставы проверяли по базе данных, не числится ли за водителем долг, ведь, как показывает статистика, наибольшее количество задолженностей – это административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.